Здравствуйте, дорогие! Вы смотрите программу «Утро» на телеканале «Тюменское время» в студии Данилу Фатин. Лето продолжается. Да, до календарной осени осталось всего полторы недели, но это вовсе не значит, что стоит расстраиваться по этому поводу. Наоборот, надо собраться силами и максимально наполнить оставшиеся дни самыми разными активностями. Особенно школьникам, которые с тоской думают о наступлении 1 сентября. Скоро расскажу о погоде, а пока давайте посмотрим, что ожидает вас в сегодняшнем выпуске. Некоторые дачники уже готовы похвастаться своим небывалым урожаем. С одним из них пообщалась ведущая программы «Удачная экскурсия» Татьяна Фридрих. Дайвинг, картинг, полеты на параплане, в аэротрубе и даже прыжки с парашютом. Обалденно, я исполнила мечту всей жизни. Сто тюменцев с особенностями здоровья попробовали себя в экстремальных видах спорта. Тюменцы отмечают 105 лет со дня создания местной комсомольской организации. Какую роль сыграла школа комсомола в жизни некоторых из них, расскажем. На прошлой неделе на Цветном бульваре было бодро, энергично и весело. Напомним об одном из самых ярких моментов открытой студии программы «Утро». Мне кажется, мы уже настолько привыкли к типичной питерской погоде в Тюмени, что к сообщениям о дожде относимся философски. Ну будет и ладно. А он будет. Радует, что воздух при этом прогреется до плюс 18, а скорость северо-восточного ветра будет всего лишь 3 метра в секунду. Ночью плюс 14, небольшой дождь и восточный ветер 1 метр в секунду. К сожалению, не у всех от этого лета останутся приятные впечатления. Управление Роспотребнадзора по Тюменской области подводит итоги и сообщает, что с начала сезона 13 127 жителей региона пострадали от укусов клещей. Из них чуть больше 2000 – дети до 14 лет. Больше всего паразиты присасывались в Тюмени и Тюменском районе. Порезные укольчики с иммуноглобулином получили все пострадавшие в полном объеме. И тем не менее, было зафиксировано 45 случаев заболевания клещевым энцефалитом, а также 37 случаев клещевого боррелиоза. Если в этом сезоне вы еще умудритесь где-нибудь словить клеща, знайте, что вашего скорейшего визита ждут в приемном отделении Тюменской областной инфекционной клинической больницы, которая находится по адресу улица Комсомольская, 54А. Ну и не забывайте, что наиболее эффективным методом профилактики клещевого энцефалита является вакцинация. А вот тюменские аграрии подводят более радостные, хоть и промежуточные итоги. На начало недели обмолотили уже свыше 15 тысяч гектаров. Урожайность хорошая, 27 центнеров с гектара. Погода, правда, не всегда подходящая, поэтому приходится буквально ловить солнечные деньки, чтобы собрать все, что наросло. У дачников сейчас тоже горячая пора, но тут ситуация неоднозначная. Пока одни удивляются небогатому урожаю, другие хвастаются небывалым. С одним из таких счастливчиков пообщалась ведущая программы «Удачная экскурсия» Татьяна Фридрих. Так, рассказывайте, что у вас тут уродилось? Чесночок у вас уродился. Как оцениваете вообще сезон 2024? Ну, по овощам вроде бы ничего. Вот картошечка у нас тут, морковка, лук. Ну, вот с фруктовыми все позамерзало. И потом, видите, даже голые деревья все. А это что, яблони? Это яблони вот эти вот, три больших яблони. Не одно яблочко. Хотя вот с одной яблоней мы по несколько ведер снимаем. А нынче... Я хочу обратить внимание. Действительно, посмотрите. С листьями что-то. Да, тут нынче напад какой-то. Обалдеть! И бабочки у нас какие-то появились. И тля. Ну, борьба идет, конечно, с ними. Кто борьбу эту объявил? Валерий? Да? Ну, мы же с супругой. Да, да. Ну, мне Лариса Анатольевна сказала, что она вообще практически ничего тут особо... Она вам помогает, но главный агроном... Я подсказываю просто, где надо убрать, где что-то прополоть. Где прополоть? Откуда у вас такие познания? Откуда такая большая любовь? Ну, с детства я люблю с природой общаться. Сам охотник, рыбак. И как-то все получается. Но охотник, рыбак немножко другое. Нет, я просто говорю, что люблю вот это вот. Все вот. Траву люблю, деревья люблю. А вы с ними разговариваете? Ну, так. Здорово и здорово. А как это происходит? Привет, яблонька. Приезжаю вот. Здравствуй, моя хорошая. Да? Ну, да. О, боже мой, так. А что у вас самое любимое на вашем участке? Ну, конечно, сложно такое сказать, что... Самое любимое. Да. Вот ваша гордость, может быть, то, что вырастет. Ну, там вот. Есть у меня один кустик такой интересный. Во. Кстати, дойдем до вашего кустика. Я хочу обратить внимание на вот тот кустик. Морковка, петрушка, кинза, да? Укропчик, укропчик тут. Кинза у нас. А можно укроп попробовать? Да ради бога. Ой, я вот... Все-таки стартовал плодородный сезон. Ага. Ммм, обожаю укроп. Ммм, вот это что такое? Ну, это... Я даже сейчас не вспомню. Ну, это два вида у нас. Там вот есть беленький, а этот розовенький. Очень круто смотрится. Вот я хочу обратить внимание, если видно будет, вот за ядонькой стоит кустик. Вы посмотрите, вот как будто помнят на горшочке. Очень красиво, так что... Ну, они, да, вот они два вида у меня. Еще бы название вспомнить, Валерий. Ну, это... Пока не можем. Это что за камыши в восторге? Это... Смотрите, классно. Очень прикольные, кстати. Ну, они цветут желтыми цветами. Это что такое? Это болотная лилия. Как красиво, что вы все так подвязываете, поэтому цветочки... Ну, некрасиво, когда вес упадет, и обрабатывать потом плохо. И косить рядом с ним, правильно? Ты же его заденешь. Да. А так красиво. И половину срубишь. Так, ну пойдемте, мой дорогой Валерий, в вашу тепличку. Я знаю, мне Лариса Анатольевна сказала, что, в принципе, за тепличкой ухаживаете вы. Ну, все ухаживают. Заходите. Я хотел бы огурчиком угостить вас. Давайте. На выбор. Любой. Давайте какой-нибудь. Ну, вот этот красавчик. Давайте. Вот. Давайте вот этот побольше. Есть же дама-то. Смотрите, какая крепкая. Ребята, вам огурчик. Так, операторам давайте тоже сорвем. М-м-м. Порастало. М-м-м. Вот. А, вот. Жанечка, возьми огурчик. Угу. Тут перчики у нас. Вообще классно. Это все вы ухаживаете, да? Ну, это все. А помидоры где? О-о-о. Она как-то уж сочиняет это. Помидорка одна. Это первая помидорка? Да, это. Может сорвать? Нет, 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 нет. Это для Ларисы Анатольевны. В этом году ни у кого нет помидор. Ну, она... Ну, в те годы как-то поболее их было. Ну, я думаю, что это еще нарастет что-то. Ну, вот прям проблема. То, что из-за погоды. Ретроградный Меркурий продолжает оказывать на нас свое коварное влияние. Но астрологи считают, что у этого явления есть и положительная сторона. Именно в этот период рекомендуется проанализировать, насколько вас устраивает все, что происходит в вашей жизни, и сделать работу над ошибками. И, возможно, наш гороскоп вам в этом поможет. Овны. Справиться с трудностями этого дня вам поможет творческий подход. Стоит проявить капельку оригинальности, и дела сразу пойдут в гору. Позитивные овны станут центром внимания в любой компании. Тельцы. Вы не откажетесь от своих планов, даже если на пути возникнут преграды, и правильно сделаете. Не обращайте внимания на недоразумения и терпеливо стойте на своем. Близнецы. Вам стоит позитивнее смотреть на мир. Многие возможности проходят мимо вас просто потому, что вы заняты жалобами на жизнь. Отбросьте негатив и сразу увидите, что успех совсем рядом. Раки. С осторожностью принимайте сегодня комплименты. Кое-кто говорит приятные слова не от души, а для того, чтобы задобрить вас и усыпить бдительность. Будьте внимательны. Львы. В этот день вам тяжело будет достичь взаимопонимания даже с близкими людьми. Окружающие не всегда понимают и принимают ваш выбор. Однако обвинять их в этом не стоит. Проявите уступчивость там, где это необходимо. Девы. Планы на сегодня могут внезапно измениться. Причиной, вероятнее всего, станут семейные проблемы. Вероятно, близким потребуются ваши советы или непосредственное участие в их делах. А сейчас очень важная информация для водителей и пассажиров общественного транспорта. Одну из самых загруженных дорог в областной столице перекрывают из-за ремонта теплосетей. С 21 по 30 августа будет закрыт проезд по улице Пермяково в районе перекрестка Широтный. Объехать участок можно по Олимпийской, Александра Лугунова и Широтный. Водители просят обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут движения, особенно в часы пика. Ну, за водителей лично я не переживаю, а вот пассажиры общественного транспорта, как оказалось, совсем не следят за новостями и о подобных перекрытиях узнают внезапно. Обычно в тот самый момент, когда автобус сворачивает с привычного маршрута. Так вот, чтобы не отвлекать водителя вопросами, лучше скачайте приложение «Тюменский транспорт». В нем всегда отображается актуальная информация, и никакие перекрытия с изменениями маршрутов не станут для вас сюрпризом. Тревожные новости, друзья! Газета «Коммерсант» со ссылкой на исследование компании «Инфолайн» сообщает, что по прогнозу аналитиков, в 2024 году рынок готовой еды в России вырастет почти на 40%. И пока непонятно, какой вывод можно из этого сделать. То ли у нас растет поколение, которое не умеет готовить, то ли этому поколению готовить просто некогда. Ну и пока мы с вами об этом размышляем, давайте посмотрим, с каким удовольствием наш шеф-повар Анастасия Семянова готовит на завтрак блинчики. Вот уж кто точно никакой готовой еды себе домой заказывать не станет. Скоро такие специалисты будут на вес золота. Доброе утро! Поговорим про блины. Блины – это мучное блюдо из жидкого, пресного или дрожжевого теста, обжаренного, естественно, с двух сторон на сковороде с добавлением жира. Во времена язычества славяне выпекали блины как символ солнца. Об этом свидетельствует праздник Масленицы, почитаемый и с удовольствием, отмечаемый до сих пор. Блины и блинчики присутствуют во многих кухнях мира. Блины – это уникальное блюдо, которое можно приготовить из того, что есть в холодильнике. Остатки кефира, прокисшее молоко или заранее обстоятельно подготовиться к выпечке, ставя опару и продумывая наполнители. Их калорийность очень сильно зависит от ингредиентов. В среднем она составляет 233 калории на 100 грамм продукта. Поэтому блины – сытное блюдо, содержащее много углеводов, необходимых для получения энергии, поддержания жизненного тонуса организма. Ну и если вам утром совсем некогда готовить замысловатые завтраки, тогда вашему вниманию очередной завтрак на скорую руку из моего топа – это запеканка из блинов. Частенько бывает так, что в холодильнике остается несколько блинов от большой выпеченной стопки пару дней назад. Тогда дадим же им второй шанс. С тарелки смешиваем нарезанный карбонат. Его, кстати, можно заменить, в принципе, и колбасой. Я предпочитаю использовать копченую из-за ее аромата. Добавляем лук, помидоры, сыр и яйцо. Вот эту импровизированную начинку выкладываем на блины, скручиваем колбаски, из которых уже и собираем рулет. Отдельно смешиваем остатки сыра – яйцо, йогурт, чеснок, соль. Заливаем будущую запеканку и запекаем в заранее разогретой духовке при температуре 160 градусов в течение 25 минут. Ну а после, естественно, наслаждаемся. Сто тюменцев, среди которых есть и колясочники, попробовали себя в экстремальных видах спорта. В дайвинге, картинге, полетах на параплане, аэротрубе и даже прыжках с парашютом. В Тюмени реализуют уникальный проект «Жизнь без границ». Ленинская окружная организация Всероссийского общества инвалидов выиграла конкурс. И теперь испытать себя могут все желающие. С подробностями Анастасия Ализаревич. Рев мотора означает – пора на посадку. Среди пассажиров на борту самолета Надежда Яткина – девушка на инвалидной коляске. За спиной – инструктаж. Впереди прыжок в небо. Высота – 2000 метров. Внизу поля и леса, и Луторовского района. Полет длится всего несколько минут, а эмоции остаются на всю жизнь. Обалденно! Я исполнила мечту всей жизни, потому что я много летала на самолетах. И смотришь на эти чудесные облака, всегда вот в иллюминаторе, всегда в окошко. И думаю, какие они на ощупь! Я потрогала. Я прям пролетела. У нас свободное падение было прям через облако. В Тюмени реализуют уникальный проект «Жизнь без границ». Сто тюменцев, среди которых есть и колясочники, попробовали себя в экстремальных видах спорта. Кроме прыжков с парашютом и картинга, большой популярностью пользуется дайвинг. Курс под водой прошли взрослые и дети с ДЦП, слабослышащие и слабовидящие. Ребята не только погружаются на трехметровую глубину бассейна, под руководством инструктора выполняют упражнения. Альбина Карпенко тотально слепая. Говорит, ныряла за новыми впечатлениями. Такая уникальная возможность поучаствовать. То есть у меня это все впервые. То есть я недавно ослепла, и для меня это новое ощущение. Много желающих испытать чувство невесомости. Полеты в аэротрубе и на параплане тоже привлекают многих. Среди участников проекта Данила Сильнягин, инвалид по слуху. Он впервые в жизни летал в тандеме с инструктором. Люди, ничего в жизни не надо бояться. Нужно быть смелее, идти вперед. Это очень интересно. Я попробовал и доволен. Погладим мой носик. Давай вместе. Солнечная девочка Эмилия Турченинова знакомится с конем по кличке Тюльпан. В курс ипотерапии входит не только катание на лошадях, но и полезные упражнения. Эти занятия всегда индивидуальны. Мы с лошадками общаемся, она как-то гладит, с ними разговаривает. И потом с людьми точно так же доброта передается. Желающих очень много. И я стараюсь, кто принимал в прошлом году, в этом году звать новых участников, чтобы был больше обхват аудитории. Участие в проекте бесплатное. Задача организаторов – показать, что жизнь без границ. Вот смотришь на этих людей и думаешь, что это, похоже, у тебя ограниченные возможности здоровья, потому что они не боятся такими видами спорта заниматься, а ты все никак на прыжок с парашютом решиться не можешь. Ну да ладно, может и созрею когда-нибудь. Мы с вами на экваторе выпуска, прервемся на пятиминутку полезной информации и продолжим. Тюменцы отмечают 105 лет со дня создания местной комсомольской организации. Какую роль сыграла школа комсомола в жизни некоторых из них – расскажем. На прошлой неделе на Цветном бульваре было бодро, энергично и весело. Напомним об одном из самых ярких моментов открытой студии программы «Утро». С добрым утром, друзья! Вы на телеканале «Тюменское время», здесь Данила Фатин и программа «Утро». Сегодня у тюменского комсомола юбилей. Ему ступнуло 105 лет. Не путать с днем рождения комсомола, который отмечается в октябре. Я, к сожалению, не успел побыть комсомольцем, хотя мне очень хотелось. Комсомольские значки были намного симпатичнее пионерских. Но дело ведь не только в значках. Люди, прошедшие школу комсомола, как мне кажется, всегда чувствовали себя в жизни намного увереннее. Своими воспоминаниями о комсомольском прошлом поделился герой следующего сюжета. 60 лет назад, а может быть даже еще раньше, когда вот октябренком я был, из крястной трапочки вырезали звездочку и пришивали звездочку. Это вот октябрята, потом пионеры, а потом комсомол. Я тогда приобщился и к комсомольской работе. Председатель совета отряда, председатель совета дружины. Вот эта активная деятельность, она меня захватила. И вот до сих пор я благодарен вот тому периоду жизни, когда я прошел через эту школу комсомола. И даже после того, как в институт поступил, да, я продолжал заниматься комсомольской деятельностью. Сочетал ее и с КВНом, и с театром астрадных миниатюр, и с пением. И когда главтюмин «Нефтегаз» организовал вокально-инструментальный ансамбль «Ровесники», в восьмом классе, меня взяли в этот ансамбль. И с восьмого класса я стал ездить с этим ансамблем по, как говорится, городам и весям нашей Тюменской области. С 14 лет начал приобщаться к северным районам. Первые скважины, они бурили, эти люди, да, и мы перед ними, перед геологами, изыскателями, буровиками ставили концерты. В институте я, конечно, включился более активно в комсомольскую работу. Опять же, на общественных началах. Наша организация, сначала институт «Гипротюминнефтегаз», потом мы отделились от «Гипра» в самостоятельный институт СИГНИНП, Сибирский научно-исследовательский институт нефтяной промышленности. Мы стали включаться вот в это соревнование комсомольско-молодежных коллективов. Вот коллектив там, допустим, Николая Суровнева, они в нашем соревновании получили премию ЦК в ЛКСМ в области науки и техники, а мы немножко отстали от них и получили премию нашего тюменского комсомола в 1982 году в области науки и техники. Это тоже какой-то подвиг. Конечно, вот эти годы очень здорово нас закалили, приятно очень, когда мы видим, что вот у руля всех каких-то начинаний были выходцы из комсомола. Почетную медаль правительства Тюменской области в честь 50-летия семейной жизни вручили супругам Шаровым из Тюмени, Татьяне Владимировне и Виктору Григорьевичу. В лазурном зале дворца бракосочетания пара отметила золотую свадьбу. Имена юбиляров по традиции внесли в Книгу почета Комитета ЗАГС города и в присутствии детей и внуков зачитали благодарственное письмо губернатора региона. Супруги Шаровы, бывшие одноклассники, учились в школе номер 69 города Омска, где и поженились в 1974 году. Он стал почетным нефтяником Тюменской области, она работала в Комитете по печати и Тюменском издательском доме. На свадьбу юбиляров пришло 4 поколения Шаровых. Но самое интересное, что невеста в платье, которому 50 лет. Платье очень красивое, оно сшитое из платков, из платков Надежды Георгиевной, мамой Витиной. Самое счастливое платье. И поэтому и замужество счастливое. Да, это платье у нас, оно очень знаковое. Бабушка моя была швея, папина мама. И она сшила это платье на свадьбу у мамы на второй день. И вот ему 50 лет этому платью. И мы там чуть-чуть, буквально расширили, там 2 сантиметрика. Пока мы с вами продолжаем восхищаться героями предыдущего материала, в эфире появляется вторая часть гороскопа. Смотрим и прислушиваемся к советам звезд. Весы. Этот день не преподнесет вам ярких сюрпризов. А вот рутинных дел сполна. Сбежать от новых задач точно не получится. Поэтому примите ситуацию и просто попробуйте иногда переключать внимание на более интересные дела. Скорпионы. Звезды обещают вам долгожданную встречу. Вероятно, судьба сведет вас с человеком, по которому вы скучали, но потеряли контакт. Главное – повести себя правильно. Тогда дальнейшее общение обеспечено. Стрельцы. Вам пора сбросить напряжение. Соберите друзей и отправляйтесь в новые места. Сейчас вам необходим именно отдых. Козероги. Звезды советуют вам развернуть масштабную подготовку к предстоящим делам. Тщательно спланируйте то, чем собираетесь заняться в ближайшее время. Особенно, если вы намерены приступить к новым сложным проектам. Водолеи. Звезды сулят вам новые знакомства. Причем все они будут приятными. Будьте собой, тогда вам легко удастся понравиться окружающим. Рыбы. Вас ждет яркий и насыщенный день. Скорее всего, к уже имеющимся делам добавятся новые. Но это только сильнее замотивирует вас на активные действия. В этот день любые задумки, даже самые смелые, увенчаются успехом. Как вы помните, на прошлой неделе на протяжении пяти дней программа «Утро» выходила из открытой студии на Цветном бульваре. Ни дождь, ни прохладная погода не помешали нашим ведущим подарить тюменцам заряд бодрости на весь день и хорошее настроение. Делали они это не одни. Им вовсю помогали гости открытой студии. Одним из самых запоминающихся был известный в области и за их пределами аккордеонист Павел Егоров. Давайте вспомним, как это было. Каждый день я с утра пораньше встаю И я любимых родных своих обниму Новую песню я вам, друзья, напою Про нашу славную светлую родину Новую песню я вам, друзья, напою Про нашу славную светлую родину В сердце моё рай родной Самый прекрасный, один он такой Здесь я родился и детство прошло Встретил любовь свою, мне повество Здесь все родные и дети мои Мне все мгновения тут дороги И не здесь моя родина Здесь отчий дом И в свою жизнь я влюблён Я полюбуюсь природой и её красотой И птицы стая изящно кружат над рекой Воздух здесь свежий и лес До боли родной Все это связано тесно с моей судьбой Воздух здесь свежий и лес До боли родной Все это связано тесно с моей судьбой В сердце моё рай родной Самый прекрасный, один он такой Здесь я родился и детство прошло Встретил любовь свою, мне повество Здесь все родные и дети мои Мне все мгновения тут дороги И не здесь моя родина Здесь отчий дом И в свою жизнь я влюблён ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А сейчас о подарках Если вы внимательно смотрели все выпуски программы Утро из открытой студии Вы, конечно же, помните, как к нам в гости приходила Евгения Кация Основательница бренда босоногой обуви, которая создаётся в Тюмени Евгения рассказала о своём детище и о том, каким спросом пользуется необычная обувь А ещё он и подарил нам сертификат на скидку Кстати, вот он Он обязательно достанется одному из вас А что для этого нужно? Написать в комментариях, за что вы любите программу Утро А уже в эту пятницу, 23 августа, с помощью рандомайзера мы определим победителя Сделаем это, кстати, во Вконтакте Пост там уже есть Итак, пишите, за что вы любите программу Утро Всем удачи! Приятно заканчивать выпуск на такой информации Большое спасибо, что были с нами Всем хорошего дня и отличного настроения Пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»